Я Дмитрий Семянников, мне 45 лет. А я Ирина Семянникова, мне 43 года. Наверное, жизненная кредо нашей семьи, ну по большому счету это любовь, наверное, да. То есть самое основное наше это семья, любовь, это наши дети. У нас изначально, когда мы познакомились с Ириной, была цель сохранить наши отношения, сохранить нашу любовь. Не потому, что они как-то страдали в чем-то, да. Мы просто видели, как вокруг, в мире люди страдают от отсутствия какого-то дружеского, такого душевного контакта друг с другом, да. И нам очень хотелось сохранить вот эти теплые отношения на всю жизнь. Поэтому у нас, ну вот у меня лично была такая фишка, что ли, да. То есть когда мы праздновали, когда мы задували свечи на праздники, я каждый раз загадывал, чтобы у нас всю нашу жизнь с Ириной всегда у нас любовь была, чтобы она не проходила. И мы стремились все свои события в жизни подстраивать так, чтобы вот эти события, они могли либо усиливать наши чувства, либо сохранять. То есть вот, наверное, это такие самые основные наши вещи, да. Ну и честность. Это, в принципе, тоже одно из главных у нас вообще в жизни факторов. Честность во всем. Потому что, в принципе, если мы потеряем честность в отношениях, то уже не будет доверия, а уже не будет любви. Ну и, в принципе, мы уже вместе 27 лет. 24 года мы уже женаты. И сохраняем нашу любовь и продолжаем ее, чтобы она у нас жила. И детей показываем, рассказываем о том, что как это важно, чтобы это доверие в семье было, чтобы честность была, чтобы любовь была, чтобы, в принципе, это основа жизни. Потому что если есть любовь, если есть семья, если есть эта опора, то со всем можно справиться. Это самое главное. Мы родились и выросли в Перми. Вот. А сейчас переехали. Мы сейчас живем в 100 километрах от Перми уже, в поселочке, даже в деревне. Да, под поселком Ильинский, рядышком. И, соответственно, вообще, на самом деле, вот здесь, эта местность, в которой мы сейчас проживаем, она является, наверное, самым экологически чистым местом, регионом в Пермском крае. Вот. То есть, это туристический такой регион. То есть, сюда ездит очень много рыбаков, охотников. Сюда ездят очень много туристов, те, кто любят провести время на реке, отдохнуть на природе. Вот. А еще, кстати, почему мы, наверное, уехали из Перми, одним из наших посылов было. Мы собрались с Ириной, задумывались о рождении детей. И как раз в последние из лет, когда мы жили в Перми, произошли несколько вспышек пневмонии у детей. То есть, у нас город промышлен достаточно, достаточно много было загрязнений в воздухе. И мы поэтому прямо так серьезно начали задумываться о том, чтобы мы могли вырастить наших детей в чистоте, в чистом воздухе, чтобы они у нас были здоровые, чтобы они росли в чистом, как раз, в чистом, экологически чистом месте. Ну и даже место искали, даже по розе ветров смотрели, откуда ведут ветра, чтобы он с Перми ветры к нам сюда не дули. Рассматривали, что, в принципе, Ленинский район, он по этому плану самый чистый. То есть, в Перми ветра вообще не дует практически очень редко. Поэтому у нас такое здесь чистое место. Хотелось свободы, чистоты, свободы, чтобы это был простор. В принципе, к этому и стремились. Мы многодетная семья, у нас трое детей. У нас младшей дочке 7 лет, а сыновьям у нас 9 и 13 лет. Мы все детство провели здесь, они здесь родились, и они здесь продолжают расти все детство. И в город даже не хотят, говорят, что здесь лучше. У нас сейчас бабушка живет в городе, и нас очень радует, что когда у нас дети гуляют с бабушкой, то есть, да, им интересно с бабушкой, им здорово, то есть, естественно, приятно. Но отличие от города в том, что они могут здесь кататься и ходить, и бегать, и так далее, безопасно абсолютно. То есть, когда наши детки были маленькими еще совсем, да, малышами, они могли выйти у нас на улицу, сесть в траву, заниматься всем, чем угодно. В городе, к сожалению, у него возникает реакция сразу же, это не бери, то не хватает, там окурки валяются, там еще что-то такое. То есть, есть определенные ограничения в городе, да, и достаточно много, когда ребенок не может себя чувствовать свободно, и родители не могут себя чувствовать свободно и ездить не в городе. Благодаря ним, им вернее, многое вот мы тут сделали вместе. И вот, ну, в общем-то... Ну, то есть, люди с повышенным чувством ответственности за себя, за свою жизнь, то есть, благодаря им у нас появилось электричество, то есть, они взяли на себя вот эту ответственность и были организаторами по закупке. Всех проводов, столбов, все, что касается электричества. Вот у нас в течение двух-трех месяцев появилось электричество, и постройка наших домов уже пошла более быстрыми темпами, более комфортно и быстро. Здесь живем в течение 15 лет, уже дна постоянно. То есть, получилось так, что как-то жизнь нас свела вместе. Мы вначале строили дома, живя в палатках, и зачастую мы почему-то оказывались именно две пары, то есть, Дима с Ириной и мы. И сидя у костра, Ирина хорошо поет под гитару, пели песни под звездным небом. И, видимо, наша мечта понравилась. Сидели тут же вообще. У нас очень быстро первые построили свои дома. Когда сюда приехали, здесь было чистое поле. То есть, нам выделили землю эту, просто поле. Ничего здесь абсолютно не было. И поэтому мы начали когда строиться, мы жили в палатке. Пока все это строили, завозили, построили сначала домик, который помилился банькой. Жили, когда только постелили пол в этом домике. Было на улице минус 30. Мы там спали, на этом полу все непросто забрались. И все это просто так было. То есть, это очень было так медленно, на самом деле. Потому что, когда мы начали всю эту историю, нам было 21-22 года. То есть, в принципе, мы только закончили университет. То есть, у нас никаких еще подъемов, скажем, нет. Да, карьеру мы не сделали. Да, поэтому это было, в принципе, по вложениям. То есть, это все было очень постепенно. То есть, в принципе, строили мы практически... Своими силами. Да, своими силами, потихонечку, потихонечку. Вот мы землю получили в 2004 году. Сейчас у нас 23-й. Ну вот, 19 лет, но у нас время что-то происходит дальше. Сейчас вот новая баня будет. То есть, потихонечку процесс идет. Это просто, видимо, жизнь. Что-то придумываем. Когда мы переехали сюда жить, когда мы уже нормально заехали в этот дом уже большой, здесь у нас родился Елисей. И Ирина днями, получается, оставалась здесь. То есть, соответственно, необходимо было зарабатывать деньги. И, собственно говоря, естественно, какие-то средства на проживание. Поэтому я ездил в город. Я зарабатывал своим гипством. Не так? Не так. Мы с тобой вообще здесь работали. А, ну у нас... Мы продолжали, наверное, с тобой вспомнить. В принципе, мы вообще первые. Ты, когда Тимофей уже только приехал. А когда родился, ты начал уже уезжать. Ну тогда получается, да. Тогда выходит, что если... После рождения Елисея, после рождения, все-таки мы работали здесь. Да, мы приобрели сюда компьютеры. Ну, у нас, собственно говоря, не были. То есть, мы стали брать работу на дом. Так как мы все-таки проектировщики. Несмотря на то, что у меня образование радиофизик, да. То есть, я высшее образование радиофизик и электроника. Вот. Но у нас как-то жизнь была построена так, что я помогал Ирине часто проектировать. То есть, несмотря на то, что я изначально не знал, постепенно-постепенно, то есть, я узнавал нормативную документацию. И мы, собственно говоря, вместе как раз... Рисовали все. Рисовали, да. Делали проекты. Притом, Дима гуляет с коляской, я сижу, работаю. Потом мы меняемся, я с Елисеем, Дима садится, работаю. То есть, у нас такого была замена полностью. Вместе мы так параллельно. В принципе, это у нас, по большому счету, всю жизнь так, что мы друг другу заменяем, где мы можем, где-то помогаем. То есть, все делаем совместно. Уже с 2008, может быть, 2009 года, тогда мы начали по чуть-чуть искать себя в каких-то других ипостасях. То есть, сначала мы пробовали организовать проект по сохранению любви в семьях. То есть, мы начали заниматься социальной такой работой. Организовали группу ВКонтакте. Когда мы начали помогать семьям разным, тем, у кого есть проблемы с сохранением семейных... Даже не семейных отношений, а даже, наверное, любви. Любви в семье. То есть, мы даже составили... В тот момент у нас как раз был еще Елисеем маленький, поэтому мы написали книгу «Как сохранить любовь в семье, когда родился ребенок?» Есть ли жизнь после рождения ребенка? Ну, что-то типа брошюнки, да, такой небольшой. И вот у нас был проект «Любови по жизни». Потом он родился с Тимофей. Дима уже работал больше ГИПом. То есть, главным инженером проекта выезжал. Часто нужно было в экспертизу ездить. То есть, я уже больше дома находилась. Но и постепенно у нас в результате потом родилась Ксюша. И уже стало тяжело заниматься именно такую поддержку психологическую оказывать людям. Потому что просто уже мысли все о ребенке, уже концентрация на ребенке, уже скоро рожать. Вот это все. И когда Ксюша родилась уже маленькая, уже трое детей. Поэтому это чисто психологически стало тяжело. Поэтому мы начали искать, какой способ мы можем еще... Заработка дополнительных, проектирование, с чем мы можем еще заняться. И нам друзья наши подсказали. Вообще у нас была мечта такая, создавать деревянные игрушки для детей. Так как у нас тема детства полным ходом. У нас друзья занимались производством подушек. И валиков, и стружки. Они нам говорят, давайте вы начните с подушек, маленько этим позанимайтесь. Заработайте какой-то капитал, уже купите станки и будете заниматься деревянными игрушками. Ну мы так, ну почему бы и нет. В принципе. Мы вообще, в принципе, легкий на подъем во всем с Димой. И решили, они нам вручили первоначально стопочку этикеточек, упаковки. Как это все показали, как это все можно делать, размеры все нам подсказали. И вот мы начали этим заниматься. Нам очень нужны были денежки на покупку земли. Вот как раз все вместе собрались здесь, наши родственники. И они нам одолжили деньги. Мы просто, привычка такая была, расплачиваться до Нового года с долгами. Вот и начали делать подушки. И через какое-то время снова какой-то определенный кризис. И у Ирины с Димой проектных работ не стало. У них уже были детки маленькие. И я просто Диме говорю, Дим, займись тоже подушками. Ну они как-то так очень резко, активно за это взялись. Мы уже рекламу перестали делать. Мы просто уже решили, что нам когда-то надо остановиться. Ну а они вот как бы наше дело про... Мы просто благодарны жизни за то, что они за это дело так здорово взялись. И постепенно вот наше дело стало это как раз производство подушек и валиков. Мы придумали название у нас, компания Лесовушка. Всей семье придумывали. Вот и сейчас вот мы уже 7 лет этим занимаемся. Сначала мы начали буквально все вручную, она сорвала полностью работа. То есть мы купили рубанок, мы готовили эту стружку просто рубанком строгали. Можно, Ирина? Просто когда нам друзья дали упаковку, вот это как раз то, о чем Ирина рассказывала. Тут на самом деле подушки, это такие нестандартные совсем подушки. Это подушки с набивкой из деревянной стружки. Это ароматная деревянная стружка. Чаще всего, когда мы стоим на выставках сейчас, так немножко уже перескочу вперед в будущее, когда мы стоим на выставках, рассказываем о этих подушках, нам спрашивают, деревянные подушки, что это такое? Вообще, люди сильно удивляются. Как так может быть подушка и дерево? Она же вроде твердая. Но нет, это вот такие стружки достаточно мягкие, они ароматные очень, и они помогают человеку засыпать хорошо. Благодаря вот этим ароматам, классным хвойным ароматам, да, лесным ароматам. Лесной аромат он расслабляет. Притом интересно, ну мы сейчас используем 6 видов дерева, то есть у нас можжевидник, пихта, хвою используем тоже, сосна, ель. И запахи у всех свои. Притом они разные свойства оказывают на человека. У нас идея была такая, что человек спит с подушками, вот с этими деревянными, с хвойными запахами, так же, как человек спал бы на природе. Вот, это, наверное, такая основная наша идея была. Собственно говоря, она себя оправдывает. То есть люди пишут очень много отзывов как раз, да, то есть что у людей выравнивается сон. Некоторые люди даже избавляются от каких-то своих болезней, что нас сильно удивило. Обычно, когда к нам подходят на выставки и говорят, можно ли использовать аллергикам, астматикам и так далее, мы обычно не советуем. Ну, так или иначе, это все равно дерево, это все равно какие-то там ароматы, запахи и так далее. Мы говорим, что лучше не стоит, мы перестраховываемся. Но есть люди, видимо, кто по жизни экспериментаторы, вот. И, собственно говоря, к нам как-то подошла девушка, она сказала, что у нее, оказывается, по-моему, астма, да, была? Нет, у нее аллергия, это весенняя, весенняя аллергия была. И она говорит, благодаря вашим валикам я уже второй год без аллергии, я говорит, я живу, я весну живу. Ну, мы каждый раз об этом предупреждаем, что лучше, конечно, не стоит экспериментировать, все-таки это свой организм, это свое здоровье. Лучше в этом плане все-таки, конечно, поистеричься. Но случаи интересные были, это, конечно, да, прям удивляет. Находили в лесу можжевельник, сухостой. Да, кстати, насчет можжевельника. Вообще, можжевельник – это краснокнижное растение. И у нас фишка в том, что мы приехали сюда, и мы приехали сюда сберегать природу, мы приехали сюда, как мы приехали в экологически чистый район и регион, да, мы также и хотим оставить его на все время. Вот, поэтому у нас основная наша фишка – это заготовка можжевельника только лишь сухостой, тот, который высох на корневку. Так вот, изначально мы перерабатывали в стружку вот таким маленьким рубаночком, мы стояли у себя в маленькой мастерской и по несколько часов перерабатывали можжевельник в стружку. Вот, это было, конечно, достаточно так, трудоемко. Набивали все вручную, то есть просто в наволочку уже просто накладывали, все это вручную делалось полностью. То есть это было чисто хендмейд? Вот здесь у нас дровник, подсобное помещение, и вот в этом дровнике у нас не только сушатся наши дрова, но и подсушивается уже очищенный можжевельник, уже очищенные доски, пихты, сосны и так далее. Есть вот обычный деревообрабатывающий станок, и мы, собственно говоря, вот этим станком, разные, если вдруг есть какие-то попорченные места, мы все вот эти недостатки с древесины снимаем при помощи деревообрабатывающего станка. Здесь у нас происходит процесс вот именно сушки, но не всегда бывает, древесина окончательно высушивается, и после набивки наших подушек и валиков и ковриков, так сказать, мы видим, что необходимо подушку досушить. Для этого мы используем вот такую сушилку. Шкаф мы сделали самостоятельно. Конструкция достаточно простая. Это обычный шкаф с полками, но к нему сбоку в отверстие дует обычный тепловентилятор. И вот таким образом, теплым воздухом, мы досушиваем нашу продукцию. Давайте дальше. Такие вот чистые палочки, то есть они уже нарезаны по длине, они уже обработаны, но видно, что здесь уже чисто древесина получается. После того, как мы нарезали под размер древесину, неважно, будь то можжевельник, может быть это пихта или елка почищенная, мы ее закладываем в дерево обрабатывающий еще один станок, который ее преобразует, перерабатывает в стружку. Вот такая получается стружка. Достаточно мягкая. Мы подбираем максимально тонкие, скажем так, настройку ножей, для того, чтобы получалась максимально тонкая стружка. То есть, чтобы можно было на ней комфортно спать. Итак, после этого мы стружку положим на транспортер, в транспортерный короб, и будем набивать подушки, валики. Ну, сейчас мы набьем подушечки, да, то есть, чтобы можно было увидеть, как этот процесс в окончательном виде выглядит. И так, вот мы набили подушку, да, то есть, она полна стружечки. И уже после того, как мы ее закроем, либо зашьем, можно спокойно не то, что снимать респиратор, можно необходимо ее отряхнуть от верхней пыли, налившей. И дальше, как бы мы ее не подкидывали, как бы мы ее не стукали, пыль она выделять уже не будет. То есть, мы подбираем, как бы, такой материал, чтобы как раз она была абсолютно безопасна для применения в кровати. Когда подушку мы набиваем, после этого нам необходимо прошить последний шов. Вот. И, собственно говоря, на машинке мы это и делаем. Ткань используем мы только хлопок стопроцентный, ну, либо лен под запрос. То есть, у нас вот идут такие наволочки, из них мы как раз краим. Вот. Валики можно тоже сделать в чехол дополнительный, что как раз мы одеваем, чтобы можно было постирать и одеть снова чистый. Ну, мы вообще познакомились изначально с Димой и часто посещая мероприятия «Центр мой бизнес», соответственно, мы познакомились там. Последняя, наверное, такая наша точка соприкосновения, это были мероприятия, как раз связанные с бизнес-контактами, да, и мы пересаживались по столам, и вот, и получилось так, что мы с Димой оказались за одним столом. Наша задача была придумать, как разные бизнесы в разных сферах деятельности могут между собой сотрудничать. И вот здесь у нас родилась такая идея, вроде бы фантазийная, которую мы в конце прошлого года смогли уже превратить в жизнь. А идея, то, что мы будем швейным цехом, который отшивает для Димы, для его семьи, как раз подушки, чехлы для их прекрасных лесовушек. Они привозят ткань, говорят, сколько нужно отшить. Последние наши опыты, мы просто уже с базы ткань напрямую заказываем к нам, бывает, что мы освобождаем, да, своих партнеров от этой обязанности, и уже здесь получаем, Ирина нам дает заказ, и девчонки уже на производство его воплощают в жизнь. Я надеюсь, что наши планы грандиозные, да, что лесовушка будет расти и развиваться, мы вместе с ней, мы друг у друга чему-то учимся, да, мы друг друга подтягиваем разные конкурсы или мероприятия, или какие-то активности. Это очень, ну, приятно и комфортно, когда ты не один, да, с кем-то с партнером. Но по словам наших вот партнеров, да, семи семянников, они отказались от мелких надомных производств, и теперь мы полностью сотрудничаем уже, вот мы в них монопроизводство для них, да, и это очень приятно, доверие, ну, и комфортно с ними работать, и надеюсь, им тоже с нами приятно работать. У нас изначально все, с нашего момента знакомства с Ириной, да, у нас все шло как семейное, да, то есть мы как раз все формировали с точки зрения сохранения семьи, сохранения вот этих отношений наших. Мы очень хотели, чтобы наши детки участвовали в нашем семейном деле. Поэтому мы старались их привлекать к набивке, к пошиву, упаковке. То есть упаковывать в кулечки, например, да, вот уже, то есть уже даже Сюша, ей было, наверное, года 4-5, то есть она уже, ну, вот подушечку в кулечки сложить, это уже реально абсолютно. То есть вот начали, вот, набивки, ну, таких вот хвойных мешочков, то есть это тоже, в принципе, все это легко вручную делать. Вот. Сейчас Елисей у нас уже, ну, такую же хорошую упаковку, уже в крупную упаковываю, это уже помогает тоже. Детей мы привлекаем больше по желанию, ну, либо когда по острой необходимости, скажем так, потому что все равно сейчас у них базовое это обучение. В любом случае, пока вот у них есть время, да, вот это детское, что учиться, они учатся. Поэтому мы их больше по желанию привлекаем, и у них есть свой стимул, да, то есть они могут таким образом зарабатывать денежку свою личную, чтобы у них были свои деньги. То есть мы им деньги эти все оплачиваем, и таким образом они себе зарабатывают наличные расходы. Вот. Тут уже даже по желанию хочется заработать, значит, надо поработать. Я упаковываю валики, подушки и коврики. Еще я иногда набиваю запарки и делаю штампы, даты на бумажках. И я тоже. Когда я упаковываю или набиваю там запарки, мы зарабатываем карманные деньги, например, на какие-то подарки или на собственные мечты. Нам нравится этим заниматься. Ага. Ну, как-то нам спросил Тимофей, по-моему, а для чего вам, вот какое удовольствие вы получаете от того, что вы это делаете? Вообще, в принципе, для чего вам это нужно? Вот. И мы так с Димой задумались, для чего нам это нужно. И в самом деле поняли, когда даже уже устала, 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 уже делать ничего не хочется, но такие ситуации тоже бывают. А потом вспомнишь людей, которые к тебе приходят с благодарностью, как кому-то помогло, что-то исправилось. Думаешь, ну, вот ради этого, наверное, стоит это делать, чтобы как раз вот именно людям было от этого комфортно, люди становились здоровее, счастливее, радостнее, потому что вот даже коты. Потому что некоторые кошки очень любят такие подушки. Как-то я подарила подушку своему врачу, и теперь они с этой подушкой за эту подушку с котом воюют. Она говорит, если я не уберу ее, не спрячу, я прихожу, он вот так вот обнимет эту подушку, на ней лежит. И поэтому все время нынче я подарила вторую подушку, чтобы коту тоже была. Встаем мы обычно вот в обычный режим, как бы там с пол восьмого, пол восьмого до восьми обычно встаем. Потому что уроки у нас начинаются уже к десяти, то есть как раз мы утром встали, зарядка, облились, и завтрак. То есть очень часто, что Дима готовит завтрак, я в это время начинаю уже заниматься, чтобы уже время не тратить. То есть завтрак Дима у нас идет гулять с собакой каждое утро. И кто дети свободны, идут с Димой, либо Дима сам гуляет, с сестрой разговаривает, как раз время поговорить есть. И до обеда обычно я занимаюсь с детьми, у нас уроки. А уже после обеда я уже занимаюсь именно по работе, либо проектированию, либо что-то с подушками делаю. Или упаковываю, или зашиваю, например, или что-нибудь с документами работаю, то есть она тоже на мне. Зарядка и обливание – это вопрос необходимости. То есть мы стремимся ребятам показать, что вот эти вещи, они необходимы для здоровья, для развития, для дальнейшего. И вовлечение детей вот в этот процесс именно с точки зрения, именно вовлечения, не с точки зрения заставления. Да, где-то иногда приходится немножко надавить. Но после этого мы стремимся, не знаю, шутками, может быть, какими-то, может быть, каким-то поощрением. Когда ребенок, например, встал с утра, он сонный, он может быть хочет, ну не хочет, чтобы потрогали. Но когда ты начинаешь заниматься, прыгать, не знаю, отжиматься, еще что-то делать, и ты говоришь, что, слушай, молодец, у тебя, например, вчера не получалось, сегодня получается, замечательно же. Человек чувствует себя оцененным, нужным, и у него возникает в конце концов какое-то чувство может быть, гордости с собой, да, и он начинает дальше заниматься. Субтитры подогнал «Симон» у нас сейчас дети, мы приняли решение, что наши дети будут обучаться на семейном образовании, но это не решение наше огульное, что да, мы вот все, у нас ребенок на семейном, все остальное плохо, только это хорошо. Мы, опять же, идем с точки зрения доказательных, скажем так, методов науки и так далее, да, то есть мы стремимся все-таки все максимально и для себя обосновывать, и смотреть на результаты, то есть опыт, опыт... Ну, с Елисей мы попробовали, когда у нас подошло время, что Елисей идти в первый класс, вот, мы думали, куда мы будем ребенка, то есть либо в поселок возить, то есть необходимо полчаса туда, ну, полчаса туда везти, до поселка, в школу возить, или мы дома будем, или онлайн-школу, то есть рассматривали разные варианты, все было непонятно, неизвестно, то есть Елисей у нас экспериментатор, в плане, что на нем все эксперименты ставятся по обучению, такие, вот, решили попробовать сначала с онлайн-школы, вот, он у нас проучился, по-моему, ну, два года в онлайн-школе, то есть это когда, ну, маленькая группа, там 5-6 человек детей, и вот с ними занимается преподаватель, вот, но, в виде результата, я поняла, что лучше, когда ребенок занимается непосредственно с мамой, то есть в данном случае со мной, я поняла, что я смогу учить ребенка, по факту с единственным репетитором, да, да, по сути это репетитор, который вот, то есть я знаю уже особенности Елисея, да, ну, он у нас был первый, вот, и с ним уже было проще найти контакт, то есть там уже шло через приколы, через интересные какие-то моменты, то есть мы с ним занимались именно, даже нестандартно занимались, то есть я тут разные пробовала методики, по-разному как заниматься с ним, вот, и поняли, что эффект оказался намного выше, чем он учился даже в школе, даже в онлайн-школе, когда 5 человек, вот, потом у нас еще были разные, пробовали с репетиторами, с разными, то есть мы вообще в принципе, мы с ним пробовали разные моменты, как можно по-разному учиться, но он и сейчас, вот сейчас к 8 классу, сейчас Елисея у нас 8 класс заканчивает, поняли, что, наверное, самое эффективное, это когда как раз занимается мама, глаза в глаза, когда ты личное обучение, но самое эффективное. То есть школа, средняя школа, это неплохо, это нет такого, что мы кричим, что обычное образование, это плохое, нет, просто мы захотели немножко большего для своих детей, мы захотели, чтобы наши дети понимали, то есть если он входит в математику, значит, что он должен понимать все процессы математики, он должен понимать, не просто подставлять данные в формулу, а понимать откуда эта формула взялась, он не просто должен, например, изучать английские правила, английский язык, а он должен разговаривать с носителем языка английского, например, то есть с американцем, с англичанином и так далее, он должен свободно говорить на языке этой страны. Цель у нас такая была, и у нас Елисей в 5 лет он занимался с американкой, то есть онлайн, у нас занятия были с американцами, ну и потом уже репетитор был лично американка, при том у нас был период, когда у нас Елисей изучал 3 языка, у нас был испанский, китайский, английский, а Тимофей испанский и английский. Сейчас пока у нас только английский, он сейчас остался, пока у нас стадия становления нашего бизнеса, то есть пока вот мы сейчас на одном языке, на английский, но в принципе мы планируем дальше, чтобы испанский, китайский, китайский обратно вводить и заниматься. Может, это интересно, но со всеми детьми мы первый и второй класс проходим за год, потому что нет смысла дома проходить два класса, как бы растягивать, как вот мы раньше учились, программу 1-3, за три года мы проходили начальную школу, то есть мы таким же образом и проходим. Таким же образом и 5-6 класс, например, мы тоже его формируем в один класс, потому что это тоже 5-й класс, это у нас, скажем так, повтори начальная школа и вот такой вход в среднюю школу. Вот, и вот таким образом сейчас у нас Елисей сейчас у нас ему 13 лет и он заканчивает восьмой и частично девятый класс сейчас. А Тимофей у нас ему сейчас 9 лет, он у нас закончил четвертый класс. Вот, Ксюша у нас на подходе, значит, у нас первоклассница будет очередная. Мама это добрая учительница, но иногда бывает строгой. Ага. Школу, которая в городе, не хотим. Там надо рано вставать и ехать здесь туда. А зачем, если есть дома школа своя? И мы встаем в 9 часов. Мама готовится у нас несколько часов для того, чтобы проводить с нами занятия. И после этого мы все хорошо усваиваем. Несмотря на то, что они не ходят в школу и вроде бы говорят дети не социализированы, а на практике получается, что они очень активны, они не боятся общения с другими людьми, они вообще могут все практически. Ну, то есть, самое главное качество, по-моему, детей, это то, что вот они вот с маленьких лет они вот приходят к нам, они спрашивают, а вам помочь? Что вам помочь? Вот, и, по-моему, вот это желание помочь другим, вот у детей воспитать не очень просто. Я бы гордилась такими детьми. Они молодцы. С детьми мы возим их на занятия, то есть вот в поселок как раз ближайший, вот мы возим, Елисея у нас занимался борьбой, пением, то есть вот Ксюша у нас тоже сейчас ходит в хор, они выступают, они поют, то есть таким же образом там происходит тоже общение с детьми дополнительное. Вот, Тимофей у нас тоже ходил на гимнастику, то есть, в принципе, мы возим на секции, какие им хочется. Вот мы таким образом стараемся, чтобы к нашим домашним урокам были еще дополнительные занятия, где они могут контактировать, учиться вместе, учиться и общаться, и тоже решать какие-то ситуации конфликтные. Ну, вообще, они очень такие душевные и замечательные, да, они приходят сюда, приносят свой позитив, от них всегда пахнет лесом, то есть заходит Дима с коробкой, да, или с тканями Ирина, от них всегда пахнет вот этим вот теплом, душевностью. С Ириной мы познакомились чуть позже, да, и вот такое, ну, дружное и комфортное отношение. У нас многие удивляются, когда узнают, что мы не едим мясо, уже порядка 25 лет, но у нас нет такого, как сказать, жесткого приверженства, запрета, да, запрета мяса там, или там, не знаю, чего-то там весного. Нет, мы как-то к этому пришли, достаточно спокойно и мягко, то есть, я почему рассказываю, да, потому что, наверное, я стал первым вегетарианцем, да. Это после университета, я, видимо, просто перел очень много мяса, жирного, разного там и так далее, были проблемы, может быть, у меня небольшие, с пищеварением, да, то есть, и я решил для себя, где-то я прочитал, даже не помню где, что оказывается, есть такие люди-гитерианцы, которые не едят мясо, вот, решил попробовать, попробовал, и как-то оно зашло, не знаю, здоровье выровнялось, вот эта смена питания, исчезли проблемы с пищеварением, появились проблемы с готовкой питания, да, когда Ирина готовила себе, что-то мясное. Да, потому что я сразу не готова была к этому, вот, идти, в принципе, то, что, да, для Димы готовила отдельно, для себя готовила отдельно, потом думаю, как-то надоело мне так уже готовить, оно вот тоже решило, в принципе, тоже перестать есть мясо. Решила попробовать, да. Да, решила тоже попробовать, как-то так спокойно, спокойно, и, в принципе, вот уже вот, как-то зашло у нас, да, привыкли к этому уже, и как-то даже уже не хочется ни мяса, ни рыбы, как-то приятно так, дети тоже спокойно. Если ребенок через какое-то время скажет, я хочу есть мясо, мы воспринимать это нормально, то есть, ну, мы сейчас себя готовим, по крайней мере, к этому, да, что дети имеют право своего выбора, всегда на, сейчас, да, сейчас они зависимы от нас. Ну, то есть, пока на сегодня у нас такой выбор, что будет дальше, время покажет, жизнь меняется постоянно. Рисовый салат и... Луковый салат. Ага. Очень вкусные блюда, мы их готовим на праздники. А я люблю луковый салат и свеколый. А я, кстати, готовлю тоже свекольный салат, фруктовый салатик и огурцовый салат. Это майонез с солью и огурцами. А я готовлю торты и пироги. Вот, я чаще всего готовлю чайный пирог и бисквиты. Тем не менее, день рождения, я готовил шоколадный торт. Я его полностью сам испек, только мама мне помогала с украшением. Не дуй, сильно дуй, сильно, сильно. А он каждую получил. С днём рождения! А ты куда полез? Лялька маленькая. На дерево. С днём рождения, Мтимаша. Днём рождения, мой хороший. Очень вкусный был торт. И там была куча леденцов. Для меня там самый большой был. Да, мы добавляем, конечно, в пищу. У нас есть, конечно, орехи всегда. То есть орехи мы стараемся, ну, разнообразно, чтобы они были. То есть мы добавляем белок гороховый, например, у нас есть гороховый, подсолнечный белок. То есть мы добавляем тоже в салат или в пищу. Ну, периодически коктейли вот эти, которые белковые. Но это не постоянно. Но мы не паримся. Мы как-то вообще об этом. Но в принципе какие-то определенные витамины мы вот добавляем. То есть, например, те же B12, про которые все время самые споры. Витамины B12 не будут хватать. Но в принципе мы его добавляем именно витаминами, которые хорошо усваиваются. И мы контролируем уровень витаминов, уровень кальция. То есть мы сдаем анализы. То есть это как бы мы все равно контроль у нас такой есть. Мы наблюдаем, что есть. И уже по факту, вот если есть что-то нехватка, то есть мы можем добавить либо продуктами, да, добавить их дополнительно, либо витаминами. То есть вот этот момент у нас по контролям. Мы часто ходим друг к другу в гости. Праздники, это уж обязательно с ними. Если они, конечно, когда не заняты, они зачастую бывают заняты. Вот так мы помогаем друг другу. И типа вот то ребят можжевельника не хватает, они к нам приходят, то это Иришке надо помочь пошить, я тоже иду, то еще что-нибудь. В общем-то, ну и они, у нас были случаи, когда мы и ковидом болели, то есть они молодцы такие, они нам и лекарства привозили, и еду привозили, в общем-то. Ну и помогаем друг другу. Ребята тоже болели. У нас вот брусник, и клюкву, мы им несем. Ну то есть это... Да как своя семья, что ли? Ну то есть у нас такие отношения, как вот единая действительно семья. Наша жизнь часто состоит, мы ее разнообразим из поездок, из путешествий, не знаю, я шучу, да, термин у нас шилопопы часто, да, то есть у нас такой оригинальный, то есть мы всегда катаемся не только на море, да, то есть не только отдыху воды, но мы катаемся в разные города, по России, мы катаемся по музеям, то есть в какой бы город мы ни приехали, мы заезжаем в музей, крееческий ли это музей, либо какое-то знаменательное место в этом регионе, вот, то есть побывали уже во многих музеях, и у нас музей не просто это место, где мы видим какие-то, не знаю, экспонаты, да, там, или еще что-то, у нас зачастую музей это продолжение учебы. Это продолжение учебы, то есть то, что мы прошли, мы можем об этом поговорить, при том, даже многие экскурсоводы удивляются, что они проходят, говорят, ну так это вот это, это вот это, то есть они уже это знают, они уже это понимают, и им интересно, вообще задача, когда он с Алексеем родился, и потом мы рождались этим Эфея и Ксюша, наша задача была проявить интерес к жизни, интерес к учебе, интерес вообще все, что вокруг, это была самая главная задача, в принципе, мы с ней, я считаю, справились, потому что этот интерес, он до сих пор есть по всему, мы сейчас учимся вместе с нашими детьми полностью, потому что география для нас сейчас тоже оживает, потому что раньше мы знали вот это Черное море, вот это наше Пермь, и все, а сейчас мы уже понимаем, где что находится, и для нас сейчас тоже мир вообще окрашивается красками, благодаря детям, в принципе, обучению, и мы вместе с ними учимся сейчас всему. У нас автопутешествия в основном, мы, бывает, когда нужно куда-то быстро слетать, например, на какие-то мероприятия, то есть мы и на самолете, и на поезде бывает ездим, но именно такое вот, именно вот путешествие, такое в интерес, именно как отдых. Семейное путешествие, семейное путешествие, именно отдых, да, это вот мы в основном ездим на машине, и тоже ищем места, где мы могли бы по пути куда-то еще интересно заехать, не просто, что мы едем из точки А в точку Б, мы обязательно куда-нибудь заезжаем. Какое-то место, которое, чтобы очередной виток чего-то интересного, познания какое-то, чтобы у нас было в жизни. Мы ездим на машине, обычно в разные места. Недавно ездили по всему Иранскому краю, Удмуртии и Башкортостану. И ели в каждом новом городе мороженое. Я бы хотела съездить в Китай и в Сочи. А я в Сочи. А я в Сочи и в Англии. Мы себя можем с легкостью. Мы очень счастливые люди. Мы очень счастливые люди, да. На самом деле, у нас, если с точки зрения счастливого возраста, я не скажу, что у нас прямо сейчас возраст счастливый. А он, наверное, каждый был счастливый, потому что в каждое время было что-то свое. Когда мы даже и без детей были, когда мы просто учились, когда мы работали. Мы с Димой проучились вместе в университет. То есть все пять курсов мы учились в разных университетах, но мы были вместе. То есть тогда было счастливое время, да. Потом у нас получается наша работа и совместная работа, и даже когда мы по отдельности работали. Когда мы здесь жили, когда детей родили. То есть, в принципе, в каждом возрасте была своя изюминка. А сейчас у нас этап детский идет. Этап детский, этап бизнеса, скажем. Они параллельно перекрещиваются. Поэтому в каждом возрасте у нас счастье продолжается. Такая семья не может не служить примером. И вообще, когда они были у нас, у меня как раз были дети, муж. Они говорят, а почему вы не с нами? Почему они в семейной компании? И вот они нас тоже вдохновили своим примером. Они нас буквально за руку привели в торгово-промышленную палату. И теперь мы тоже состоим в проекте 100 семейных компаний под патернатом ДПП. И вместе с ними, и с Ириной, и с Димой посещаем эти мероприятия. Пробовать все, наверное, да. Пробовать, не стесняться. Вот как мы попробовали приехать сюда. То есть, попробовать изменить свою жизнь. Попробовать, не знаю, произвести подушки. Попробовать родить троих детей. Мне очень понравилась фраза. Я не помню, какой политик сказал. Практика – критерий истины. И вот, наверное, она для нас, вот эта фраза, она прямо вот... Опять же, изнутри что ли идет, да? То есть, попробуешь, лучше попробовать, чем не попробовать. А если мы живем в семье, это значит, что мы всегда учитываем интересы друг друга. Наверное, так. Мы поняли, что жить эгоистом скучно. Ну, не знаю, как-то вот оно неинтересно, может быть, да? То есть, когда я сделал какое-то действие, совершил, да, у нас в семье, и когда оно понравилось Ирине, когда оно понравилось, там, детям, не знаю, испытываешь особый кайф. Это как-то вот... И ты понимаешь, что с той стороны, да, то есть, со стороны Ирины, со стороны детей, приходит такая же ответная реакция, ну, это просто, это просто кайф. Я не знаю, как это сказать. Это счастье, это здорово, полет какой-то. Но еще, наверное, быть счастливым, не глядываться на других. Потому что, если бы мы глядывались на других, у нас не было всего того, что у нас сейчас есть. Просто жить сегодня, вот проснулись сегодня, у нас есть сегодня, мы живем, и это счастье. То есть, значит, нужно этот день сделать счастливым просто сегодня. Дальше оно будет много счастливых дней, но прямо сегодня, жить сегодня, чтобы вот это счастье, оно было вот вокруг нас. Любовь. Любовь. Самое главное. Да, любовь, честность и взаимопонимание, уважение. Вот. Даже три, наверное, это у нас взаимоуважение, любовь и честность. Вот, значит, на этом держится нас семья. Давай, не заканчивай! Ой, не! Все? Устали? Бегать, гулять? Урегу. 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 Всем в этом мире нужен друг, Ласка рук и нежность вглубь, Заслоняющий педу. Пусть будет вьюга и метель, Хоть за три девять семей Позови, и я приду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...